я перезаписал поскольку в 11 утра технические проблемы разбили меня стоку ну давайте начнем ну во первых я хочу исправить ошибку предыдущей лекции где вычислял матрица умчение матрица оператора из танзерного квадрата на той лекции была неправильная выкладка сейчас я повторю чтобы она была была с нужными коэффициентами ну как мы вычисляем у нас пусть у нас имеется оператор а в басе пространстве есть базис и и и тогда матрица операторы которые пишутся вот по такому правилу ну что мы должны сделать мы должны вычислить а тендер а вот ей ты на и жид внешне умножить по определению это что такое а тендер а вот е и т тендер ежи т минус ежи т тендер и и т вот пользуемся формулы и что здесь написано здесь написано а и к а ж л и к на е л минус а к ж а и л опять е к на е л пустая сумма по всем к и л однако при к равном л это сумма эти слагаемости сокращается поэтому мы ее распишем в виде суммы двух первое это у нас будет сумма пока меньше л вот так как здесь написано а и к а и к ж л я вынесу за скобки и плюс такая же сумма когда к больше л а и к они вы и которые и в и Замена индексов. Что же мы получаем? Первая сумма останется как есть. А во второй сумме мы меняем честно. Здесь написано у нас теперь L меньше K, L больше K. Что значит то же самое, что здесь? Здесь пишем A, L, A, G, K минус A, G, L, A, E, K. А тут стоит L на E, K. Теперь посмотрим коэффициенты этот и этот. Они отличаются знаком. Поэтому тут написано сумма. Пока меньше L, этот коэффициент сохраняется. А здесь стоит E, K, E, L, минус E, L, E, K. Что равно внешнему произведению. А это вот минор. То есть получили формулу. А тут стоит матрица A, K, L, E, G, E, K, E, L. То есть получили, что матрица тензора квадрата и оператора, если ограничена внешняя степень, вторую, она описывается минорами порядка 2 на 2. Точно так же будет описываться K в внешней степени, только там будут миноры K на K порядка. Вот такое правило. Дальше у нас было рассуждение о том, как связаны внешний дифференциал и производное отображение. То есть какая была ситуация? У нас было многообразие M, было многообразие M, было между ними отображение R. Мы брали форму какую-то здесь, омега, и теорему, которую я сейчас покажу, звучало так, что если мы можем сначала взять этой формы дифференциал M, потом применить F со звездочкой, это будет то же самое, что мы сначала F со звездочкой омега, потом применим дифференциал уже многообразие M. Ну, давайте доказывать. Ну, первое замечание. Отображение F со звездочкой является гомоаморфизмом внешних омега. То есть это что значит? Что если у нас есть форма альфа и катер, которая из K формы на N, бета, ильт формы на N в степени L, тогда F со звездочкой от альфа на бета это F со звездочкой альфа на F со звездочкой N. Ну, это утверждение достаточно простое. Но что такое форма? Форма, она принимает значение на векторах. И разница в том, когда это принимает назначение. Сначала или в конце. Ну, например, давайте в полное общество не буду доказывать, а пример. Пусть у нас альфа и бета – это один форма. Ну, взяли два вектора. Пси – это векторные поля на многообразие M. На многообразие M. И вот я хочу подставить их в левую и в правую часть. Давайте подставлять. Значит, мы хотим… С левой части сначала смотрим. Смотрим, что такое F со звездочкой от альфа на бета. Подставили туда два вектора. Это у нас два форма. Подставили два вектора. Значит, F со звездочкой – это форма на M. Значит, по определению F со звездочкой – это то же самое, что взять форму альфа на бета и подставить туда образы вектора кси и образы вектора F. По определению – это что такое? Это надо взять функционал альфа от BF на кси бета от BF на бета минус альфа. Поскольку это же внешнее произведение, там альфа на бета минус бета на альфа. Минус альфа от BF это на бета от BF кси. Перед другой стороной посмотрим правую часть. мы поставляем F со звездочкой альфа на F со звездочкой бета от кси это. По определению, что такое? Это мы должны взять эту форму F со звездочкой альфа от кси F со звездочкой бета от кси. Это минус F со звездочкой альфа это F со звездочкой бета от кси. Ну а что такое обратный образ формы? Значит, мы должны опять вот здесь взять альфа от BF от кси бета от BF это минус альфа от BF это бета от BF кси. Ну, видим, что вот это и это совпадает. Поэтому равенство такая. Ну, также в общем случае для K и L форм просто там будет стоять не два слагаемых а N факториал слагаемых K плюс L факториал слагаемых но ничем не поменяется. Вот. Ну, дальше кроме того, мы знаем равенство, что дифференциал удовлетворяет форму Ленинца, то есть D от альфа к на бета это у нас K форма это L форма Правил Ленинца говорит, что у нас выполнено такое равенство. Ну, второе слагаемое умножается и он не соединится в теперенье K. Но если мы теперь возьмем вот это равенство вместе с вот этим скомпонуем, то получим следующее условие, что отображение F со звездочкой dm под альфа K на бета L удовлетворяет вот такому же правилу Ленинцу, потому что мы напишем здесь F со звездочкой dm альфа K на F со звездочкой dk L плюс минус единица в степени K а здесь будет стоять F со звездочкой альфа K плюс F со звездочкой dm умножить, простите, не хочет вкрыть вот, вытерло плюс минус единицей в степени K а здесь будет стоять F со звездочкой альфа K на F со звездочкой dm бета A ну и такое же равенство для дифференциала композиции дифференциала и F в другом порядке здесь мы пишем dm F со звездочкой так K на F со звездочкой бета A и плюс минус степень K F со звездочкой R K на dm F со звездочкой бета A но что-то что следует что и левая и правая часть равенства которые мы испытываем удовлетворяют одному и тому же гибраическому аналогу тоже левицы поэтому достаточно проверить достаточно проверить F со звездочкой D равняется D M D M со звездочкой на 0 формах то есть на функциях и на один формах вида полный дифференциал функций но почему потому что у вас каждая форма омега локальная это у нас такая сумма омега и 1 и k d y и 1 d y и k значит мы проверяем отдельно это функция а это один форм вот такого вида мы проверяем проверяем значит первое и омега равняется функция u от y значит что такое f со звездочкой омега это функция f со звездочкой u простите и омега стоит u ну да это функция на m какая функция это функция u от f от x что такое дифференциал переходим на следующую страничку значит d m f со звездочкой u это что такое это дифференциал u от f от x ну что такое дифференциал u от f от x это теперь знаем теорема сложной функции или производная сложная функция что это то же самое что это будет равно композиции композиции чего у нас мы сначала применяем у нас как устроено у нас устроено здесь у нас идет f а потом идет u значит мы должны взять ну так и напишем композиции 2 на d ну а в обратном порядке что такое то есть если мы сюда подставим векторное поле dm x это надо вот эту композицию посчитать значит это будет x надо надо применить вот к этой функции у от f от x как как дифференцирование вдоль векторного поля но с другой стороны мы хотим посчитать теперь f со звездочкой от d u что это такое опять мы примеряем к вектору поле x значит значит у нас у это функция от x но по определению это у нас что такое это d u от df от x ну по определению дифференциал это опять то же самое что x то есть вот это равенство для функции это теорема сложной функции вот мы первый так установили теорема производной сложной функции ну а второй так если у нас теперь форма омега это есть некоторые d y где y это функция из n r то мы знаем что я дифференциал dm от d y равно ну потому что d в квадрате равно нулю поэтому f со звездочкой d в омега равно нулю ну а если другую сторону посмотрим что такое dm f со звездочкой от d y мы знаем что f со звездочкой от дифференциала это по определению есть дифференциал от дифференциала функции какой функции y f от x опять получаем что это равно нулю потому что d квадрат равно нулю только здесь у нас d в квадрате многообразие m а здесь d в квадрате многообразие но все все тем самым это утверждение доказ ну и наконец чтобы кончить с алгебра дифференциальных форм давайте еще одну операцию опишем это подстановка векторного поля омега у нас это k-форма а x это векторное поле на многообразие тогда y x m омега это будет по определению k-1 форма которая определяется следующим образом мы должны вычислить просто k-1 форма то ее по определению чтобы определить форму надо сказать чему равно ее значение на наборе из k-1 векторного поля оно равно исходной форме которая в качестве первого аргумента подставлено вот это самое векторное поле в качестве остальных вот эти ну если вернуться к тензорному языку то на тензорном языке вот эта операция и x омега это на самом деле свертка 1-0 тензора x и 0-0 тензора и так что же у нас получилось у нас получаем что на внешнем на дифференциальных формах определены следующие операции первое внешнее умножение к форум на л форум к плюс л во-вторых внешний дифференциал внешний дифференциал ну и в-третьих если есть производное поле x векторное поле даже третьих четвертых то есть операции подстановки которые наоборот из к форум делают к минус одну форму а в-четвертых если опять векторное поле то есть производное ли который с к форм делает опять к форм ну естественно вопрос возникает как эти операции взаимосвязаны нахождение к связи принадлежит или картам это примерно начало 20 века и самое такое наиболее красивое соотношение вот как пишется что здесь написано смотрите если мы взяли к форму и хотим посчитать ее производную ли это можно сделать другим способом надо сначала эту форму продифференцировать потом подставить в нее векторное поле и написать второе слагание сначала векторное поле подставить форму а потом от этого взять дефицит ну как посмотрите на левую на правую часть то видно что и то и другое действительно к форме но это я доказывать не буду это кто-то на упражнение где-то живая сейчас они не сберутся это красиво ну а теперь мы переходим к самому важному с дефицит 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 это интегрирование интегрирование один форм мы уже разбирали и сейчас будет общим но для того чтобы эту теорию разбить понадобится следующая техническая вещь это разбиение единицы давайте сформулирую что это значит определение так пусть у нас есть некое подмножество многообразия а также это покрытие к открытыми в н множество по определению разбиением единицы ассоциированным с вот этими данными к пиквар ну или еще говорят разбиением единицы по-другому разбиение единицы на к очненному покрытию пиквар называется набор пси и т функции на м со следующими условиями первым условиям что каждая функция не отрицательна не превосходит единицы так давайте следующую страничку повторяю первое условие что каждая функция не отрицательна и не превосходит единицы второе условие любая точка х ска обладает окрестностью в которой лишь конечное число пси и т отлично от нуля третье что носитель пси и т лежит в некотором элементе покрытия ну и четвертое это что сумма пси и т от х равно единице для любого х из этого множества к к не обязательно совпадает с многообразием достаточно вот так ну во первых зачем это нужно применение какое применение такое что мы хотим работать не с функциями и с формами на всем многообразии а только локальными с такими функциями и формами которые определены в некоторой окрестности координатной причем окрестности и как это можно сделать вот представьте себе что например у вас есть функция f или форма омега и мы хотим их ограничить на это потому что к и хотим разбить их в сумму функций которые определены в каждом элементе элемент покрытия тогда это сделать очень просто мы напишем что f равняется сумма c и t это это равенство корректно определено на к потому что вот из условия 2 потому что сумма тогда конечна а сумма равна единицы значит сумма ситых равна единице вот напишем что это равно сумма f и t где f и t это psi t а у этой функции у нее значительный то есть то множество на котором эта функция не равна люб он содержится в поэтому мы разбили функцию в сумму таких локальных объектов каждая из которых лежит координатная крестность вот я это разбиение единицы чтобы быстрее дойти интеграла опишу в два этапа сначала первый простой случай когда пусть к равно м это компактное многообразие тогда очень легко сообразить как такое разбиение единицы можно построить для этого разбиение единицы строится по толстому покрытию и шапочка то что такое толстое покрытие Вот представьте, у нас у альфа это покрытие как? Покрытие многообразия. Что мы сделаем? Во-первых, давайте измельчим это покрытие у альфа, объединив его с атосом. Ну то, что это значит, что у нас есть покрытие у альфа, еще есть какой-то атос, мы рассмотрим их всевозможные пересечения, тоже будет покрытие, каждый элемент у него будет у альфа, пересеченное с выжитое, а выжитое – это атлас. То есть карта будет поменьше. Но тогда каждая новая карта, она будет вписана в предыдущую, и с одной стороны, а с другой стороны она уже будет покрываться какой-то системой координат. То есть тем самым можем считать, считать, что каждая у альфа – это некоторая карта. Ну или оба здесь, эта карта. Вот, это первая. А вторая, значит, мы с этим покрытием сейчас сделаем следующее. Вот у нас есть это покрытие, взяли множество у альфа. Вот у нас есть точка P здесь. Значит, она входит в некоторой окрестностях окрытой. Вот мы сделаем такую штуковину. Мы окружим точку P в образе двумя открытым множествами, так что вот в образе карты. Ну, естественно, после сдвига системы координат, координат 0, мы получим, что у нас вокруг P нарисовано и растяжение еще. Один квадратик по стороне единицы и другой квадратик по стороной 2. Это всегда мы можем сделать. Мы же координаты можем как угодно растягивать, применять дефиморфизм. Поэтому вот такое. И вот это вот у нас будет, давайте обозначим вот это вот, скажем, ВП, маленький квадратика, вот это дубль ВП. То есть, что у нас получилось, что мы сделали? Мы теперь открытый квадрат. То есть, у нас теперь каждая точка P, она принадлежит ВП, а это WП. И образ ВП в карте это открытый единик, это вот такой 0,1 в степени N, а образ WП это ну, лучше не 0,1, наверное, писать, а вот так вот минусы. со стороной единицы, значит, здесь будет минус 1,2, 1,2, а здесь минус 1,1. Кубик такой, маленький кубик, их в два раза больше кубика. Открытый. Ну и что мы сделаем? Поскольку мы вот эти самые открытые множества ВП покрывают многообразие, ну, чтобы для каждого, каждое P же покрыли свои, ну, выберем, конечно, подпокрытие. Конечно, подпокрытие, но вот его обозначим, скажем, как его обозначим. В1, В3, а теперь на каждом элементе, на каждом этом самом кубике мы можем сделать такую вещь. Вот у нас есть этот, скажем, при n равном на единице, у нас есть отрезок минус 1 на 1, а здесь вот минус 1,2, 1,2. И мы нарисуем такую вот шапочку здесь. Вот. Вот напишем функцию g от x такой, что ее носитель. Это как раз минус 1,2, 1,2. И g от x не равно 0, только на открытом интервале. Да, и g от x в это единица здесь. Ну, такой функцию легко построить. Это из анализа известный. Вот, например, так напишем, что g, вот такую пишем, g от x равняется, вот напишем, есть и минус 1 на x минус а в квадрате минус 1 на x плюс а в квадрате при x минус а до а. Но в противном случае а у нас будет здесь 1,2. Ну, тогда это действительно вот так, как вас учили по анализу, эта функция бесконечно дифференцируема. Она равна 0 вне отрезка минус 1,2, 1,2. Ну, теперь что мы делаем? Теперь напишем, у нас есть открытое множество вот это самое V и D. Вот напишем функцию g и D. Это функция. g на n. Таким образом, что мы возьмем фи и D. Это карта. Вот это функция g и D. Она есть композиция этой шапочки и функция фи и D. К. Это функция, которая у нас у нас же множество V и D. Вот здесь это карта, значит, у нас есть фи и D. Это изоморфизм фи и D. Это у нас это открытое множество V и D, но отображает минус 1,2, 1,2 в этот в этот и продолжим нулем на все остальное. на остальное M. Ну, как-то мы сделаем. Смотрите, у нас же эта функция, она равна нулю на концах и дальше равна нулю на концах. тем самым, мы ее можем продолжить на вот это множество WP на квадрат. Вот здесь нулем положим по области вот в этой. Ну, а дальше она уже нулем продолжается на самом договоре. Ну, вот, что мы тем самым получили. Мы получили вот такую конструкцию, построили такую шапочку. Мы получили набор функций G и T от X такие, что значитель G и T от X это вот это самое замыкание V и и G и T от X не равно нулю на открытой части на все V. Вот. А после этого пишем Psi T равняется G на сумму всех G1 плюс G1. Тогда я утверждаю, что вот это Psi T от R B не единица. Но почему? По построению на любой точке X многообразие существует I такое, что G T от X не равно 0. Но по построению опять же G T от X больше равно 0 всюду. Из этой формулы следует, что Psi сумма определена всюду определена, знаменатель не равен нулю. Так что эта функция всюду определена, а сумма Psi, если мы сложны, чисто алгебраически, она равна 1. Ну вот все доказано. Построено разбиение единицы. Ну, в случае, когда многобранная некомпактная, конструкция чуть-чуть более зашрена, но я одни потом скажу. Ну а теперь давайте переходим к собственно конструкции интеграла дифференциальной формы. что сделаем сейчас. Конструкция будет следующая. У нас будут следующие данные. У нас будут данные такие. M это компактная ориентированная ориентированная многообразие размерности n. А омега дифференциальная форма по старшей степени. Форм степени больше, чем n. Нету, просто изображение космосимметричности. И мы хотим определить интеграл омега по n. И будем это делать несколько этапов. первый этап. Пусть у нас сначала омега это дифференциальная n-форма в рем с компактным носителем. то есть она не равна нулю на некотором ограниченном множестве. и мы сейчас определим да, а rn у нас вот на нем задана ориентация. И сказано, какие системы координаты положить на ориентацию, какие. Тогда что такое у нас омега это сумма. И без всяких суммы даже здесь никакой суммы нет. Омега это некоторая функция вот x dx1 dxn xn это кратный интеграл x1 xn это обычный интеграл риммана хотите риммана хотите либега мы сейчас работаем с гладкими многообразиями функции у нас простые дифференцируемые поэтому в общем без разницы есть. Вот так определим. Ну теперь левна и пусть y1 y другая система координат с той же ориентацией тогда значит интеграл принимает то же самое значение. то есть он не зависит от того в какой координате мы его вот так пишем. Ну давайте это следует из формы замены перемен. значит вот у нас мы записали что омега это u от x на dx1 на dx1 значит перепишем теперь его в другой системе координат это у нас будет u от x от y новая стена координат y а здесь мы должны переписать эти самые dx и t через dy и t и что же получится здесь получится у нас и кабин транспонирование минус 1 на dy1 dy по правилам замены перемен каждый dy и dx заменяем на матрицу якобы а поскольку здесь стоит внешнее произведение то значит будет сумма по всем перестановкам со знаком как раз все собирается и кабин но теперь мы знаем что этот и кабин он больше нуля поскольку сам и кабин больше нуля и значит ну мы и кабин транспондирование макси будет то же самое больше нуля обратно тоже больше нуля то есть мы можем это переписать таким образом что это то же самое что у от x от y а здесь стоит модуль якобы ага 21 dy1 да dy3 ну хорошо давайте посмотрим что же будет с интегралом значит интеграл омега координат y нет давайте координат x вот мы его записали как интеграл по r вот играл собственно еще компактный носитель вот x dx1 dx1 сделаем здесь в интеграле замены переменных от переменных как делается по определению что это написать надо интеграл по rm u от x от y здесь стоит модули kb минус первой степени тут будет до y1 до y1 ну мы видим что это определение буквально совпадает с интегралом атомика координат то есть таким образом независимость интеграла по rm системы координат она ведь складывается из чего из того что мы что преобразование старшей формы происходит при помощи детермината матрицы ки-коди минус первой степени и плюс тому факту что мы рассматриваем только системы с той же самой ориентацией требуем чтобы kb был переходоположительный тогда он совпадает со своим модулем который присутствует в формуле замены переменных в интеграле именно ребек хорошо теперь второй пункт дальше мы это мы сделали для rm теперь второй пункт это мы берем пусть у нас теперь есть форма омега это n форма на m с носителем в области действия карты как у нас у нас теперь есть карта у у нее есть отображение фи в rm и форма у нас всю дуран на нулю здесь на все многообразие только здесь тогда мы скажем что интеграл от у от у по всему многообразию равен интеграл по rm от фи со звездочкой у теперь это все определено поскольку здесь у нас стоит вот это вот самая тоже форма в rm и значит для нее мы уже все определили но теперь то что мы рассуждали рассуждение которые были раньше про независимость от интеграл они говорят о следующем что если у нас есть два открытых уровня у и и и носитель формы лежит у пересеченной с в вот у нас есть здесь отображение фиу здесь отображение фиу и тогда мы интеграл от формы можем определить двумя способами можем написать что есть первый способ пусть представим все что носитель у нас формы лежит у пересеченной с в тогда можно написать как интеграл два определения что интеграл от омид первое определение это интеграл по рн по фиу со звездочкой а можно написать как интеграл от м по омега это интеграл по рн и со звездочкой так вот лемма которая была предыдущим она говорит о том что что эти два определения совпадают неважно в какой карте считать ну хорошо теперь что мы делаем наконец третий случай омега это n-форма общий случай тогда мы ставим следующим образом вот берем пси и это разберение единицы подчиненное некоторым матусу то есть носитель у нас в области каждой пси это но в области некоторой карты мы скажем что интеграл да теперь мы что сделаем скажем что у нас определим омега и это функция общий умноженная на тогда по определению носителя омега и содержится в некоторой карте и мы скажем по определению что интеграл по от омега это сумма интеграл по омега а эти интеграл уже были определены в пункте 2 ну что только чего здесь не хватает вот написали определение интеграла остается необходимо доказать что определение корректно то есть не зависит от разбирения единицы давайте докажем вот у нас есть пси альфа два разбирения единицы ну первое определение у нас написано что интеграл от омега вторая сумма по и интеграл от омега это то есть сумма по и интеграл от пси и это у нас уже в области действия некоторые карты но у нас есть другое разбирение пси альфа поэтому можно написать вот такую штуку можно писать омега альфа и это равняется пси альфа умножить на пси и д об вот и что мы делаем значит мы тогда вот напишем здесь что это равно сумма по и здесь напишем интеграл по м в качестве омега и смотрите поскольку пси альфа тоже разбирение единицы то он будет сумма альфа омега альфа и потому что мы пишем что омега и равняется сумма пси альфа которая есть единица умножаем омега и вот это получается получаете значит то здесь получится сумма по альфа здесь написано омега альфа и ну теперь мы пользуемся значит что такое омега альфа и это у нас опять форма на альфа пересеченная с у и и по предыдущему мы можем эту форму убрать с координатами отсюда как бы рассматривать как форму на у альфа можем как на у и все равно а это значит что мы можем на самом деле здесь поменять знак суммирования местами что мы можем нести что мы можем написать что у нас это то же самое что интеграл по м здесь стоит сумма по альфа а здесь стоит омега альфа ну раз так раз мы можем перейти на иту это значит что мы можем поменять знак суммирования местами сумма по альфа сумма по e омега альфа ци а что это значит интеграл по Сумма по Альфа, здесь стоит сумма по И, Пси и Т, Омега Альфа, а сумма Пси и Т равна единице, значит у нас стоит интеграл по М, сумма по Альфа, Омега, да, теперь мы эту сумму выносим. Значит сумму по И убираем, выставляем сумму по Альфа, выносим за скобку, получите интеграл по М, Омега Альфа. Ну это и есть значит определение интеграла. Ну вот и все, значит мы построили конструкцию интеграла дифференциальной формы. Ну давайте закончим парочку примеров. Вот первый пример. Вот мы, у нас был интеграл по пути, вот один форму. Как мы его определяем? Что мы делали? Например, у нас был путь гамма от Т, то есть у нас было это отображение какого интервала? Омега А, Б, Р, и что мы делали? Мы написали, что вот этот интеграл по гамма, Омега 1 был равен интегралу А до Б, а здесь стоял Омега 1, это один форма, мы его применяли к вектору, д гамма по ДТ и выбрали по ДТ. Как это согласуется с тем пределением, которое я дал? А вот как, смотрите, у нас гамма от Т, представьте, что это кривая. Мы его можем рассматривать следующим образом, что гамма от Т – это отображение многообразия одномерного интервала РН. И то, что здесь написано, можно понимать таким образом. Мы хотим написать, что вот этот интеграл по гамму Омега 1, интеграл по интервалу А, Б, как… Вот мы читаем правую часть. А что же здесь написано? Здесь написано у нас гамма со звездочкой Омега. Это обратный образ формы. Таким образом, мы имеем интеграл от 1 формы по кривой, и это, соответственно, с этим определением, это интеграл, общий интеграл. 1 формы гамма со звездочкой Омега по одномерному многообразию. Ну, пример 2. Мы можем взять какое-то многообразие, например, двумерное. сфера, скажем, х квадрат плюс у квадрат плюс у квадрат плюс z квадрат равно единице. И рассмотреть на нем какую-нибудь два формы. Ну, например, Омега равняется z до х на до у. Это форма, каким образом нас устроена. Да, на сфере мы ее ориентируем. Мы же говорим, поориентируем на га-газе. Значит, ориентируем на поле внешней нормали. Значит, это форма, как на нее насмотреть. Значит, у нас есть две карты. Вот одна карта плюс, которая z больше нуля, координаты x, y. И вторая карта минус, которая z меньше нуля, тоже координаты x, y. Однако, и давайте в каждой карте напишем, что это за интеграл. Значит, остаток имеет меньшую размерность, окружную, не покрывающуюся картой, поэтому она не влияет на значение интеграла здесь. Значит, разбиваем интеграл атомика у нас получается по асфере. Это сумма интеграл полу плюс, плюс интеграл полу минус. Ну, считаем. Значит, в верхней карте у нас, если мы считаем, что у нас вот так вот координаты, как мы должны считать внешнюю нормаль, она первая, это ось z, потом идет ось x, потом идет ось y. Мы считаем, что вот это положительный ориентированный репер. Первая, вторая, третья. Ну, это то же самое, что по циклу здесь двинут, то же самое, что x первая, y вторая, z первая. Поэтому вот она, вот эта вот положительная ориентация. x и y. Поэтому интеграл плюс ориенда, это по определению, согласна тому, что было, это интеграл z от x и y до x, до y. По обуси действия карты. А карта здесь будет x квадрат плюс y квадрат меньше равно 1. Это равно. А z у нас это кто? Это корень квадратный. будет интеграл корень квадратный. Изданец минус x квадрат минус y квадрат до x и y. x квадрат плюс y квадрат меньше 1. Но если перейти к полярным координатам, то это будет к объекту перехода r. Значит, r на корень из единицы минус r в квадрате до r до φ. f от 0 до 2π. r от 0 до 1. Значит, это будет 2π и на интеграл. Тут стоит корень из единицы минус r квадрат d от r квадрата до 2π. Значит, что такое? Интеграл от корня это значит единица минус r квадрат в степени 3 вторых. То есть, как будет 3 в пределах от 0 до 1 и со знаком минус еще и умножить на π. То есть, будет 2 третьих π. Теперь по второй карте в минус. Там у нас как-то устроено. У нас внешний нормаль торчит вот так вот. Поэтому если мы хотим, чтобы это был первый вектор и такая же, как там с тема корня 2, 3, то ориентация должна быть такой, что тут у нас была система координат x, y, x, первая, y, вторая, а ей должна быть y, x. Поэтому интеграл по омега по минус это будет интеграл значит, надо взять систему координат y, x значит, это будет минус интеграл от z на dy на dx то есть, это интеграл будет минус интеграл z от xy dy на dx x квадрат плюс y квадрат меньше равно единице. Ну, а z у нас здесь наоборот. z это минус корень квадратный из единицы минус x квадрат минус y квадрат. Поэтому эти два минуса сократятся и того получится, что это тот же самый интеграл x квадрат плюс y квадрат меньше равен единице. Здесь корень из единицы минус x квадрат минус y квадрат. Два знака сократились до x, до y. Совпадает с предыдущим. Тоже равен до третьих пин. И того получится полный ответ 4, 3, 4. Ну, все. Я на этом сегодня покончаю. До свидания.